Привет, друзья! С вами снова Андрей Сайфудинов. И нам срочно нужно разгребать эту целую кучу посылок с Алиэкспресс, потому что их скоро уже складывать будет некуда. Пожалуй, штуку этой интересной формы мы отложим на потом. А пока предположите, что это такое. Я уже делал опрос на своем лайв-канале, и многие даже узнали, что это такое. Вот. И ее оставим на потом. Ну, а сейчас, по традиции, наверное, начнем с маленьких посылочек. И еще один опрос я хочу устроить. Кто-то считает эту рубрику «Распаковка посылок за шкваром», кто-то очень нравится и ждет, и комментирует «Давай еще». По моим ощущениям, это примерно 50 на 50. Давайте узнаем точно и сделаем опрос. Попробуем. Я еще такого ни разу не делал. Вот здесь вот или вот здесь. Там будет опрос. Поучаствуйте. За шквар распаковка посылок. Или очень даже интересная тема. В конце видео я отвечу на парочку ваших вопросов. А пока начнем с самых маленьких, самых худеньких пакетов. На самом деле, я не уверен, все ли они, все ли эти посылки на фото тематику. Скорее всего, да. Итак, самое маленькое, самое такое, непонятное для чего. Это такой фонарик, брелок-фонарик. Я его хочу попробовать как карманный и мини-фонарь для подсветки автофокуса. Не всегда есть хороший свет, особенно в репортаже, для качественной работы автофокуса. Поэтому я хочу попробовать. Иногда прям в жестких случаях я подсвечивал фонариком от телефона. Зачастую я имею с собой в кармане фонарь вот такого формата. О переделке его я уже говорил. Это китайский фонарь, но с качественным светодиодом КРИ. И он теплый, классный для того, чтобы делать световой рисунок. Не только для подсветки автофокуса, но и действительно пользоваться им как фотофонарем. Слабее, конечно, чем большой хороший фонарь, но зато это карманный вариант. И когда прям совсем темно, когда бывает вынос торта в темном помещении, я пользуюсь часто этим фонарем. Но при съемке, например, танцев, какого-то такого жесткого репортажа, бывает не очень удобно иметь фотоаппарат в одной руке, фонарь в другой руке. Я зачастую пользуюсь зум-объективом 24-70, и мне нужны две руки. Одной подкручивает зум, второй управлять фотоаппаратом. И, как мне кажется, подобный девайсик может решить проблему с автофокусом. Он будет более уверенно и быстро срабатывать, если будет маленькая подсветка. Ее можно встроить на неодимовые магниты. Ну, в общем, ладно. Это тема для отдельного видео. Если все у меня получится, как я планирую, я запилю отдельный ролик. По этому поводу, опять-таки, было бы время. Да, этого аж зайцев словил. Этого света очень даже будет достаточно. Сейчас здесь у меня очень ярко. Сейчас могу привести обычный. Вот обычный, как у меня в комнате, с верхним светом. Несколько режимов. Это не очень хорошо. Вот такой у меня обычный свет. Не для видеосъемки, а для работы. И так достаточно ярко. И вот как светит фонарь. Очень даже. Я впечатлен. Честно говоря, ожидал, что будет слабее светить. И очень даже может помочь в съемке репортажа подсветки. Класс. Стоит этот фонарик, по-моему, меньше 100 рублей. С бесплатной доставкой. Так, поехали дальше. Но это не фото тематика. Это автомобильная тематика. Цвет выбирала супруга. Что это такое? Это чехол для беспроводного ключа от машинки Nissan. Теперь у меня фотоаппарат и ключ от машины одного цвета. Что из них меньшего размера? Пожалуй, вот это. Это полезная штуковина для суневодов. Ну и не только. Горячий башмак. Так сложилось, что суневодом в какой-то мере не повезло. Горячий башмак, не знаю, на всех лишь вспышках. Но на вспышках Godox, Godox, Godox. Он пластиковый. Я так подозреваю, на всех вспышках под Sony. Башмак пластиковый. Поправьте, если не так. Young Nova или оригинальный, оригинальных вспышек Sony. Я вообще, по-моему, ни у кого не видел. И вот эта вот классная вспышка. Кстати, очень классная вспышка на самом деле. Godox V860-2AS Sony. Она с пластиковым башмаком. Под Sony именно. Под остальные системы металлические. И недолго она у меня проработала. И я, ну, так получилось, сломал. С одной стороны, неприятно, что сломался башмак. Он пластиковый. Если бы металлический, он, может быть, бы и выжил. Но, с другой стороны, может, благодаря этому выжил башмак на фотоаппарате. Потому что в случае механических повреждений ломается самое слабое место. И самым слабым местом в этом случае оказался горячий башмак. Я его пытался заклеить эпоксидной смолой, эпоксидным клеем. Очень хорошо схватилось. Все нормально. Единственное, что он чуть-чуть попал вот сюда. Ну, я так подозревал, что не очень хорошо получится. Это временное решение. Пока едет вот эта запчастушка. Весь полностью модуль меняется. Я думаю, это сделать будет несложно. И в отдельном видео я покажу, как это делается. Где я заказывал. Приехало буквально там дней за 10, по-моему, или за 14. Стоит недорого. В общем, классная штуковина. И прямо сегодня, скорее всего, я ее и отремонтирую. Ссылочку оставлю в описании. На всю ссылочку оставлю в описании к этому ролику. Уже совсем подзабыл, что я заказывал. Я вообще не представляю, что это такое. Давайте посмотрим. А, это защита. Защита для фотоаппарата. Для объективов, скорее всего. И устранение некоторых проблем с растягиванием резинок на объективах. Резинок фокусировки, кольца фокусировки и зума. Но, опять-таки, это под цвет моего фотоаппарата. Это под цвет черного объектива. Я не знаю, нужно ли мне так много. Но было самое выгодное предложение. Именно два десятка, по-моему. Здесь 20 штук, что ли. Ничего себе. Вот, такого плана покупал. Они тоже были и черные, и белые. Вот на объектив. Можно под любой объектив подобрать. Такие резиночки сделать. Но они, конечно, будут чуть дороже, чем вот эти. Эти универсальные такие. Вообще, это браслеты, я так понимаю. Но многие фотографы используют их как защиту объектива. Про защиту техники и вообще, как избежать некоторых проблем технических. У меня есть некоторые наработки, свои лайфхаки. И, возможно, в одном из ближайших видео я расскажу вам про них. Так, и вот две одинаковые коробки. Да, практически одинаковые коробки. Они немного размером отличаются. Но я знаю, что я заказывал это у одного продавца. Одно и то же количество, наверное, должно быть. В общем, это флешки. USB флешки с моим логотипом. Очень удобные, лаконичные. И достаточно качественные чипы. У меня еще браков по ним не было. Мне надоели флешки и бутылочки. Потому что даже у проверенных продавцов, у которых я постоянно покупал, 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 там раз и приходит партия бракованных чипов. И сейчас на Алиэкспрессе очень сложно чего-либо доказать именно по флешкам. Я нашел уже вариант. Уже несколько раз покупал эти флешки. И хорошая скорость. И не было пока проблем. Тьфу-тьфу-тьфу. Стоимость до 200 рублей. Здесь 8 гигабайтные и 16 гигабайтные должны быть. Нанесение логотипа бесплатно. При заказе от 10 штук. И поехали дальше. Уже вижу, что это относится не напрямую к фотографии. Но коственно у всех зубки должны быть красивые. И у меня Xiaomi зубная щетка. И очень классная. И это, конечно, сменные на них щеточки. Раньше я почему-то считал, что электрические щетки это какое-то излишество. На самом деле я понял, что они очищают гораздо лучше. Это не просто лень, а более качественная очистка зубов. И кроме того, я еще пользуюсь ирригатором в отдельном видео. Хотя это не фото тематика. Но ладно, посмотрим. Все, проехали быстро. Потому что это все-таки не фото. Еще одна посылка, которая так себе в плане фото тематики, не фото. Это комплект чернил. Не оригинальных чернил. Я их заказал для принтера, которого уже нет. У меня был обзор принтера HP. Для его заправки я купил не оригинальные чернила. Но все-таки решил, что третий принтер в доме это излишество. И теперь у меня принтера нет. Зато есть много краски. Кому нужны и если вы вырастаете, добро пожаловать в личечку. Классные чернила и за недорого. Ну и напоследок осталось самое дорогое и самое необычное. Поехали, наверное, тоже по мере возрастания. Малоза от них да дурак. И... Па-па-па-пам! Godox V350S. TTL вспышка Godox на камерная вспышка для Sony. Но они же есть Canon и Canon для других систем. Давайте быстренько раскроем, посмотрим, что здесь. Есть инструкция маленькая вспышка, зарядная, литиевый аккумулятор, шнур без переходничка. Печальненько, но у меня эти переходники есть. Так, давайте посмотрим, что это за малышка и что она умеет. Ага, в комплекте есть уже рассеивающий колпачок. Это здорово. Есть точно такая же, совсем недорогая, очень даже дешевая V350 вспышка. Но TT, а не V-Wing, это именно с литиевым аккумулятором. Эти малышки очень классные, именно как на камерные для беззеркалок. Так как вот эти на беззеркалках довольно громоздко смотрятся, ну и тяжело. Эти гораздо легче. Разница в размерах вот. Сейчас еще колпачок для еще более честного сравнения возьмем, снимем. Вот. Кстати говоря, вот эта вспышка должна работать как трансмиттер. Я, кстати, себе не покупал трансмиттер, хотя постоянно пользуюсь беспроводным способом поджигания вспышек. Рассчитываю, что эта вспышка удовлетворит мои потребности как заполняющие вспышки и как трансмиттер одновременно. Посмотрим, затестим, покажу. Имеющиеся режимы TTL, мануал и мульти. Зум как автомат есть, так и 14 мм. И вручную регулируется до 105 мм. Беспроводная синхронизация как в режиме мастер, так и в режиме слейв. Также слейв режим есть оптический. По импульсу первому, по импульсу второму. Также в комплекте стандартная есть лапка. Сам опробую сегодня вспышку, разберусь с ней и, возможно, отдельно сделаю видео вообще про систему OnGADOX, про их синхронизацию между собой и использование. Поехали дальше и раскроем чуть покрупнее посылочку. И камера не записала самый эмоциональный момент этого видео. В общем, ребята, не попадайтесь так, как попался я. Вспышка. OnGADOX V860, вторая версия for Canon. Canon-версия с кучей подарков. Все хорошо. Зарядник есть. Вспышка есть. Но аккумулятора нету. В общем, хитрые продавцы Алишечки делают такой лот. Вспышка без аккумулятора. Кому нужна вспышка без аккумулятора? Я не понимаю. С литиевым аккумулятор. Литиевая версия вспышки и без аккумулятора. Они ставят стоимость ниже, конечно же. Стоимость становится привлекательной. Не все замечают. Я замечал, что есть такие лоты. И все равно попался. Не попадайтесь вы. Смотрите комплектацию. Что теперь делать? Я не знаю. Нужно докупать аккумулятор. И скорее всего продавать. Потому что скорее всего мне эта вспышка все-таки не нужна. Я хочу попробовать на другие вспышки. То есть у меня ведущая вспышка будет вот эта. V350. V350 Sony версия. Либо вот эта V860 Sony версия. Вот одна из этих вспышек будет ведущая. Которая стоит на башмаке. А ведомые чуть другое будут модификации. Не вот такая вот. Поэтому если вдруг кому нужна эта вспышка в идеале в Ростове. Чтобы без ожиданий, без наценок готов вам ее предоставить. Я не знаю. Скорее всего придется аккумулятор заказывать отдельно. Он по-моему 2 или 2500 примерно стоит. В общем так себе сэкономил. Ладно. С этим подумаем. Если вдруг вам нужна эта вспышка. Выручите. Чтобы у меня не валялся очередной ненужный девайс. Кстати я готовлюсь к распродаже Canon. Вот коробочки я выставил. Это пустые коробочки. Это объективы на продажу. Все скомплектую. Найду все коробки и чеки по возможности. Тогда я все опубликую в Instagram, ВКонтакте. И скорее всего еще запишу видос. А пока поехали дальше. Самая большая посылка. Нет. Еще большая. Вот впереди. Но это большая и дорогая одновременно. Еще и не хочет открываться. Надеюсь здесь подвохов не будет. Как вы думаете что это такое? Вот они. Мои ведомые вспышки. Эти вспышки будут работать на стойках. В идеале их должно быть 4. Пока я взял на пробу, на тест их две. На коробках почему-то не указано под какую систему. Но это да. Это Canon, Nikon. То есть металлический обычный башмак. Это собственно почему Canon, Nikon. Центральный контакт. Собственно это под любую систему. И в чем прелесть их? Что они дешевле чем 860. Они управляются. Все полностью. Так кстати аккумулятор есть. Да, аккумулятор есть. О, а этот аккумулятор подойдет к той вспышке? Да, аккумулятор подходит и к этой вспышке, которая пришла мне без вспышки. Она даже включается. Все хорошо. Так что если вдруг кому нужна V860. ТТЛ-ная версия вспышки Godox от Canon. Добро пожаловать. Давайте я вам ее подсуечу без наценок. Вспышка возможно даже с аккумулятором скомплектуем. Вот, но чтобы она у вас работала. Так, ну а это чем отличается от V860? Что здесь нет ТТЛ режима. Она абсолютно мануальная. Но работает, но встроенная синхронизация и есть. И можно накамерная вспышка ею управлять. То есть они будут стоять по залу. Например, я буду банкет снимать. Там свадебный, не свадебный банкет. Буду снимать. Эти вспышки стоят по углам зала. И я накамерной вспышкой, которая стоит на камере, буду ими управлять. Можно управлять, по-моему, даже зумом. И мощностью можно управлять дистанционно. Не подходить, крутить настройки на ней. А дистанционно ею управлять. И что интересно, я в первый раз такое вижу, что регулируется мощность от... Вот самая мощная, один к одному. Вниз, вниз, вниз. Одна 128-я и офф. Все, она не работает. Одна 128-я. Слабенько срабатывает. И один к одному. Сильненько срабатывает. С ней разберемся позже. Подробно все расскажу, покажу. В комплекте есть зарядник, провод. Аж два переходника. А, ну, по всей видимости, два под две вспышки. Это две одинаковые вспышки. Вторую даже не буду, наверное, открывать. Стандартный чехол. Там лапка есть для установки ее. И, кстати, через нее можно прикручивать и к стойке студийной. Godox молодцы. Я не понимаю, почему компания Sony выпускает свой момент. И их вспышками вообще никто не пользуется. Потому как... Я сам их вживую не видел, но слышал, что они жутко тормозные. И перегреваются жутко. Но и вот... И вот... Все пользуются YoungNow, Godox и тому подобными девайсами. Но не фирменными Sony. Sony молодцы. В плане фотоаппаратов. Но почему упустили время со вспышками, я не понимаю. Может, вы мне подскажете. Все. Почти укомплектован. Попробую затещу. И, возможно, еще две точно таких же прикуплю. И будет вообще красота. Подробный обзор, тест использования. Возможно, сделаю. Пишите в комментариях, что наиболее актуально. А пока чуть не забыл. Откроем самую интересную посылку. Порезал. Ешкин кот. Да что ж такое? Невезучая у меня сегодня распаковка. Ага. Хорошо. Это чехол. Всего-навсего порезал. Тогда это полбеды. Травмоопасная распаковка сегодня. Итак, у нас здесь есть ручка. Она же фиксатор для студийной стойки. Так. Все это фиксируется. Это наклоняется. Хорошо фиксируется. С трещоточкой. Все хорошо. Так. Ну и вот такой вот мобильный, быстро раскладной, по идее, софтбокс. Тканешка. Тканешка есть. Сюда зажимается вспышка. Так. Таким вот образом. Достаточно надежно. Сюда фиксируется ручка. Есть предохранитель, чтобы она не вылетела случайно, не выскочила. Вот таким образом зажимается. Это что-то не мешалось. Обратно все-таки закручу. Все. И вот такой вот мобильный, достаточно легкий свет. 65 сантиметров диаметр. Двойная тканюшка. Крепление для первого слоя. Так. Это первый слой. Для максимально мягкого рисунка, сильного рассеивания. Второй слой. Вот такое вот устройство. Я так подозреваю, что эти ткани можно даже не снимать. Каким-то образом расфиксировать вот эти вот штуки. Ага. Вот есть педальки, на которые нужно нажимать. О! Приловчиться это совсем не сложно. Вот так. Закрываем. Ручку даже можно не снимать. Все это в чехольчик укладываем. И кидаем в багажник машины. И он всегда с собой. И мне кажется, это гораздо удобнее решение. Выглядит симпатичнее, чем другие подобные. Вот так быстро раскладывается. Щелк-щелк-щелк. Все. Готовы к бою. Хоп. Отлично. Быстро сборное решение. По-моему, красота. И стоит около... Стоит, по-моему, порядка трех тысяч рублей. Но ссылочку я оставлю в описании под видео. Обязательно, чтобы можно было посмотреть актуальные цены. И заказать. А еще по красоте было бы сюда свой логотип. Надо об этом подумать, кто это может сделать. И будет ассистент ходить вот так вот. Светить. Ну или сам. Он достаточно легкий. Вообще легкий. Одно и левое. Запросто и снимать. Зум-объективом, конечно, одному не очень удобно. Но можно. И вот так вот. Круто. Очень круто. Все, к сожалению, посылки закончились. Оставляйте свои комментарии. Участвуйте в вопросе. Ссылки ищите в описании под видео. А сейчас я еще обещал ответить на парочку вопросов. Итак, вопрос. Здравствуйте, Андрей. Подскажите, пожалуйста, какими моделями вы пользуетесь? Кистевой ремень и переходник. Переходник для объективов я немного им пользовался совсем, потому что я его взял, попробовал, понял, что Sony класс. И сразу же заказал два объектива, которыми пользуюсь. Которые мне вполне перекрывают практически все, что я хотел. Это 24-70 GM Master 2.8 и 85-1.8. Тоже Sony. Недорогой портретник. А переходник на первое время был Sigma MS-11. Вполне отлично работает. И резкость, детализация с этим переходником объективов Canon была гораздо выше, чем этих же объективов на Canon Mark IV. Объективы способны на многое. Благодаря тому, что у Sony нет фильтра, антимуарного фильтра, детализация и резкость гораздо выше. Также нет бэк и фронт фокуса. На самых открытых диафрагмах можно снимать. И, в общем, все классно. Какие-то ограничения есть. Нет, по-моему, в видеорежиме следящего автофокуса с этим переходником. Но для фотографов получается, в принципе, все то же самое. Надо будет сравнить. Можно будет сравнить. Но это время затратно. Трудно затратно. Более. Ну, не знаю. У меня сейчас съемки каждый день. Иногда даже по нескольку съемок в день. Чуть-чуть. Не дай видосиков. Да, кистевой ремень. Кистевой ремень я не буду рекламировать. У меня были китайские тканевые ремни. И они вполне нормальные. Там они до 1000 рублей, по-моему, стоят. Но кожзам, ткань, она изнашивается. Я купил себе кистевые ремни. Вот. Кожаные. Кожаные кистевые ремни. Но здесь есть недостаток. Это одна из самых известных фирм. Я не буду называть. Кистевой ремень. Минус в чем? Он достаточно не очень удобно подтягивается, регулируется. Нужный прижим. И со временем... Ну, как со временем? Через час съемки он уже вообще не работает. Он, ну, вот... Нужно руками держаться все равно. Не прижимает кистевой ремень к фотоаппарату. Хотя он должен это делать. То есть растягивается. Кожа вот здесь выскальзывает и ремень расслабляется. Я производителям написал. Они сначала пытались ответить, что типа сам дурак. Но я был настойчив. Чуть-чуть попытался дать понять, что они неправы. Со мной связался руководитель. Сказал, что да. Они чуть-чуть накосячились. Слишком сказали тонкая кожа. Прислали мне другие ремни переделанные. Они пытались сделать лучше. Сделали только хуже. И в итоге они так и неудобные. В китайских дешевых такой проблемы не было. А вот в кожаных, блин, фигня какая-то. И комментарии. Олега, Андрей, здравствуйте. Все еще ждем плюсы и минусы Sony 7 Mark III. Знаю, многие ждут. Многие меня спрашивают, звонят, пишут. Но катастрофически не хватает времени. Я часто хожу, думаю, надо будет сказать об этом. Надо будет сказать об этом. Сделать выпуск об этом. Но пока не доходят руки, надеюсь, все-таки дойдут. Хотя то, что много коммерческих съемок, это тоже очень хорошо. Не правда ли? Но по возможности буду пилить видео для вас полезных, интересных и так далее. Все, спасибо большое за внимание, друзья. С вами был Андрей Сайфудинов, фотограф в городе Ростове-на-Дону. Все ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok